Как дальше жизнь Михаила протекала? Он жил довольно долго, умер потом. Сколько лет? До скольки он лет жил? 82. 82 очень долго, и он душа, он вышел из тела, он такой счастливый, хорошую жизнь прожил, очень счастливый. Никому плохого ничего не сделал? Нет, люди рады были. Рады встречи с ним? Угу, угу. Хорошо, зрение ясное, четкое. Образ ясное, четкое. И ты душа, и ты душа, и ты возносишься вверх. Да. Или тебя выходит встречать кто-то? Угу. Кто вас встречал? Не сразу прошло время. Угу. Потом его встретили представители рода. Как эта встреча происходила, расскажите нам. Человек пять, наверное. Опять душ его встретил. Светлые. Хорошо встретили, радостно. Угу. Коснулись его. Куда было касание? По плечам, по спине. Угу. Угу. Сознание души включилось. Пришло. Воспоминания пришли. Он всегда жил так наполовину. Разбуженный. Такой он всегда был. Угу. Продолжайте, продолжайте. Его род встретил с большой любовью. Он всегда чувствовал любовь. Своего рода. Замечательно. И он просто влился и стал частью рода. Стал частью рода. Замечательно. И сейчас частичка его души живет. В роду? Да. Угу. У древа рода. Да. Там. Он ее, говорит, обогатил. Сделал богаче. Хорошо. А совет? На какое время был совет? Суд, совет? Непонятно. Приблизительно. После смерти. Угу. 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 Был совет. Очень хорошо. Все небольшой укур. В семье не было. Но это не обязательно было в программе. Угу. 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 У него была действительно такая полная жизнь. Угу. Угу. Он не чувствовал необходимости такой реализации. Как отец, как муж. Угу. А на сколько он программу выполнил, Михаил? Угу. Сто процентов. Угу. У него нет такой, не было сложной программы. Угу. А на сколько набрал черной энергии? 20, 21. Очень мало. Угу. Да, это мало. Очень мало. Угу. Угу. Хорошо. Какие ему, может быть, рекомендации были сказаны? Угу. Ну, там была ситуация, ну, здесь, говорит, так, сделай, здесь так, сделай. Мог бы так сделать. Можно было быть где-то строже, где-то добрее. Угу. Где-то мягче. Угу. 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 Хорошо. Очень хорошо. И где-то там происходит встреча с Высшим Я. После Совета. Угу. Уга. Хорошо. Как у Вас эта встреча произошла? С Высшим Я? Ну, хорошо. радость, всплеск эмоций, энергии. Вот здесь вот, как взрыв энергии такой, высший Я очень много любви. В солнечном сплетении? Нет, он вроде бы такой, как огонечек, как свет, так поднялся вверх, к Высшему Я. Кофе растворился, вроде слился. Очень много радости, очень много любви, жизнь, говорит, удачная была, повезла. И его направляют на чистку после встречи, после совета. Небольшая чистка. С какого уровня начнется чистка? Внутри эти, кажется. Да? Замечательно. Быстрая чистка, быстрая. Не заметил даже. А как там происходила эта чистка? Что происходило? Какие там ощущения были? Ну, будто бы его мочалкой моют. А внизу только так, как короста наросла. А в целом, так легкой мочалочкой помыли. Помыли и все отмыли. А внизу короста немножко оттирать пришлось. Так сильно ввелось. Как показывают такие инструменты, как кремо, когда делают, как шпатель, что ли? Вот так вот прикладывают и отбивают молоточком. Немножко отбивать пришлось внизу. Хорошо. Замечательно. И потом он поднимался выше и выше. Каков его стабильный уровень? Уровень души. Ну, его дом можно так сказать. 14 примерно. 14 уровень. Замечательно. Очень хорошо. На 14 уровне потом он, это душа, то есть это ты. Что потом? Ты отдыхала на этом уровне? Он ходит там, гуляет. Радуется, прыгает. Счастья, много радости. Как домой вернулся, да, на свой уровень? Своё место. Да, довольный такой. И он в душе своей рад, что так у него, его окружали хорошие люди, что жизнь была удачной. Что его так встретили хорошо. Ни кочевого чёрного практически нет. Он удивляется и радуется. Хорошо. И через какое-то время приходится готовиться в следующее воплощение. Да, он хочет. Как вы поняли, что пора идти на землю в следующее воплощение? Он сразу стал планировать воплощение, но уже другое немножко. Можно говорить, нельзя так жить легко. Слишком легко я жила. Учиться. Всему. Набирать опыта. Опыта набирать. И силу души, говорит, душа должна. Опыта набрать себя. И он посылает свои мысленные запросы как-то. Есть отдел, который занимается распределением душ, присоединением судьб и к телам. Какой судьбой будет жить человек. В какое время, в каком теле. Он посылает мысленные запросы, что хочет родиться. И что дальше происходит? И на него так смотрят и думают, ну хорошо, подожди свою очередь. И он ждет, пока он там находится, присутствует. Он ждет, кто живет свою жизнь в саду красивым. К древороду ходит иногда. Древорода. И оно энергетически такое белое. Если смотреть третьим глазом. Такое белое, такое красивое. Энергия живая. Течет снизу вверх. 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 К создателю. И от него вниз. И через древорода вниз. И через древорода вниз. Идет очень. Очень красиво очень. А так энергия. Такие цветочки. Я вижу розовые. Красивые. Хорошо. Очень хорошо. И какую следующую жизнь он выбирает себе? Он выбирает сложную жизнь. Такую. Довольно-таки сложную. Собирается. Что справится. Потому что прошлая жизнь была легкая и удачливая. И он сам был такой же легкий. И ему говорят. Сильный род. Дадим сильный род. И дадим сильного ангела. И сильного наставника. Сильный. И все будут рядом с тобой. У тебя будет сильная поддержка. Хорошо. И эта следующая жизнь, это жизнь Венеры? Это Венера жизнь. Это жизнь Венеры. Какие ей нужно пройти испытания, задачи? Большинство уже прошло. Все прошло. Большинство впереди так поднялось. Угу. Хорошо. На чем еще стоит поработать, потрудиться? Нужно успокоить душу и очень много потрясений. Успокоить душу. Угу. Угу. Тоже. Тело в порядок привести. Тело на себя много всего. Много на себя всего. Тело такое. Сильное такое тело такое. Сильное. Да. Своим разумом обладает. Сильное. Сильное. Какие у Венеры есть способности? Тесновидящего, слипера, гипнолога. Угу. Возьми Надо гипchemical, возникли лик, без погружения. Вот, чтобы было легче. Можно погружаться. Лечить может людей. Лечит рукой. Мыслями может лечить мыслями. Посылая светлые мыслеобразы? Да, это как лучики, но не только. Через мысли программу исцеления. Как бывает, подсаживают плохие регулярные. Она может хорошее программу. Запустить человека, посадить и запустить. И она будет работать, работать. Набирать обороты. Правильно. А лечение руками? Как лечить руками? Лечение руками возможно есть на руках, на ладонях. Два центра. Центр на каждой руке. Чакры? Чакры. Они лечат, но это не так безопасно. Она может свою энергию отдать, потом болеть. А покажите, как через себя пропускать энергии. Через верх, через макушку идет энергия. Через макушку. С космоса и по чакрам, и через руки. И через ладошки на человека. На больное место, на больной участок. Все равно не так безопасно. Она проводник. Проводник. И свою тогда энергию она не отдает. Угу. Ну, лучше мыслями лечить. Мыслеформами. Мыслями. Лучше мыслями. Но люди держатся за свои болезни. Иногда держатся, иногда сами их создают. Иногда они любят свои болезни. Они имеют выгоды, какие-то преимущества от болезней. Чтобы их жалели, да? Они могут жалеть себя. Себя жалеть. Манипулировать другими могут. Могут на других влиять. Угу. Какие-то выгоды у разных людей. Часто люди сами и болезнь не создают. А если нет, то держатся за них, бывает. И подсознательно ведут себя так, чтобы болеть. Едят определенную еду, ходят в определенное место. Угу. Хорошо. Хорошо. Давайте про Венеру поговорим. Какие рекомендации могут идти? Дайте, пожалуйста, рекомендации. От высших сил. Выше я всегда на связи. Общаться с ней. Прямой контакт. Нет препятствий. Иногда она закрывает. Ну... Как правило. Сюда ходит. Пошлют ли ей пару, родственную душу, высшие силы? Ну, у нее есть по судьбе. Как правило. Где она сейчас находится, эта родственная душа? Где-то рядом. Но мимо-то, параллельно, параллельно. И не соприкасаются, вот где-то рядом. Насколько близко эта родственная душа находится? Очень по-физически. Да, физически. В одном городе. Довольно близко. Да. Он постоянно перемещается. Угу. Но друг друга притягиваются. Периодически. Где, возможно, встреча с ним? На работе. Угу. Где-то в путешествиях. Как-то так. Что Венера почувствует, когда они встретятся взглядами? Она сначала сердце почувствует, как жар в сердце. Не увидит сначала в сердце почувствует жар. Угу. Потом увидит и не поймет кого-то. Угу. Но они все равно познакомятся. Угу. Угу. Что у них запрограммировано вместе? Есть ли у них в программе дети, иметь детей? Да. Угу. Сколько? Два. Угу. Угу. Кого ты видишь? Мальчик и девочку. Угу. Угу. Что первое родится? Мальчик. Угу. Угу. То есть есть души, которые ждут прихода через Венеру. Ты можешь почувствовать сейчас эти души. Они где-то там у рода находятся. Как светлячки, как огонечки такие. Да. Ждут. Да, они там живут, ждут своего, своей очереди. Угу. Видишь их? Да, ждут. Сидят, смотрят такие. Ух-х-х-х-х-х-х. Ух-х-х-х-х-х. Белые такие. Светятся. А какие они как, на кого похожи? Как что? Они слишком светлые, слишком светятся. Могу разобрать. Как светлочки? Ты можешь почувствовать их энергию. Угу. Хорошо. Замечательно. Угу. Важно, что ты их увидела, почувствовала. Все будет легче происходить. А давай настроимся на его энергетику. Этого мужчины, этого парня. Почувствуй его душу, почувствуй его внутреннее состояние. Какую? Мне немножко мешает Светлана. Угу. Светлана немножко мешает. Немножко мешает. Стремись, стремись. Угу. 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 Он такой человек мудрый, спокойный, сильный очень. Угу. Угу. Казах? Нет. Русский? Непонятно. Но немного похож. Украинец? Нет. Может быть что-то в крови есть так немножко. Угу. А вот так, внешность чернявая, гусая? Угу. 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 Не точно. Угу. Угу. Понятно, примерно. Теперь главное почувствовать. Главное почувствовать вот эту его энергетику вакс. А теперь за руку? Ты можешь взять его за руку? Нет. Не даю? Не могу. Подожди. Говори. Туда за руку хватай. Значит он тебя берет за руку. Нет. Говори. Не торопитесь. Не торопитесь, да? Хорошо. Почувствуй себя рядом с ним. Как ты себя рядом с ним чувствуешь. Еще не готовка. Ну, с ним хорошо любому человеку. Он комфортный человек. Добрый. Он хорошо воспитан. У него культура развита. Угу. Замечательно. Так. Хорошо. Как себя чувствуешь, Венера? Да. Нормально. Так. Давай проверим энергии твоей. 78. Поднимаем максимально вверх. 700. Комфортного, безопасного состояния. Поднимаешь. 700 процентов. Один, два, три. И пошел подъем. Мощный, стабильный рост. Так. Поднимите, скажете. Угу. Хорошо. Так. Вибрации вот в состоянии. 28. Угу. Поднимаем максимально вверх. 35. Хорошо. И пошел. Рост вверх. Стабильный, уверенный рост. 35 Гц. Угу. Как поднимите, скажете. Угу. Хорошо. Так. И цветная энергия в нужном количестве. Вливается в вас. Распределяясь по чакрам, по телам энергетическим. На зрение ясное, четкое. Хочу на цвета сказать? Да. Цветная энергия. Угу. Желтое, что-то зеленое. Молодец. Так как радуга вокруг. Угу. Угу. Дневни распределяют. Внутри вас. Дневни распределяют все. Угу. Угу. Хорошо. Проверяем защиту. Уровень защиты сколько? 400. Поднимаем максимально вверх. Ну и безопасно во стабильном состоянии. Угу. Тысячу пятьдесят. Угу. Тысячу пятьдесят. Отлично. Делаете ее безопасной, удобной для вас, красивой. Она сама под вас подстраивается. Угу. Защищая вас от любого негативного воздействия. Угу. Умничка. Так. Хорошо. Синхронизация происходит. Мы все гармонизируем и синхронизируем. Так. Ты что-то хочешь сама еще спросить, узнать? Наверное. Может быть, наставник. К хранителю рода. Хорошо. И ты переносишься к хранителю рода. Один, два, три. В одно мгновение переносишься к нему. Зрение ясное, четкое. Образы ясные, четкие. Как ты его видишь? Опиши его. Такой белый. Старец с белой бородой. Старец. Хорошо. Здравствуйте, хранитель. Здоровайся с ним обязательно. Здравствуй. Очень хорошо. Расскажите нам про Венеру. Какая это душа? Венера. С какого она уровня? Венера, с какого уровня душа у нее? Тринадцатая. Угу. Хорошо. А какая у Венеры жизнь по счету? Пятая. Человека. А были ли у Венеры какие-то инопланетные опыты? Да, говорит. Большой опыт. Был большой. Вообще опыт большой. Это чувствуется, да. По ней это чувствуется. А сколько у нее было, может быть, жизней, инопланетных жизней? О, там, час семнадцать, говорит. Угу. Угу. Не, не точно. Угу. Ну, много, много. Точно. Угу. А с какой целью вот эта инопланетная душа пришла на Землю? С какой целью? У Земли, говорит, энергия такая, особенная такая, вот такая, особенная такая, земная, чтобы набрать эту энергию. В чем эта особенность этой энергии земной? Она, вообще, Земля так благоухает. Она и запахами, и энергии благоухает прямо. Угу. Да и когда прилетаешь мимо нее, смотришь. Да. Она манит, манит, манит. Часто так рассказывают, да, ноги так. И хочется всем вернуться на нее, на ней воплотиться. Хочется вернуться, да, почувствовать воду, воздух, под ногами землю, солнышко. Очень красиво. Прикосновения у нас есть, чувства, эмоции. Да, очень. Большая палитра. Да, очень. Она не богатая сама Земля. Но эта энергия, она хрустально чистая. Если в чистом виде ее воспринимать, она хрустально чистая. Энергия Земли. Вот таких планет на нашей Вселенной много? Как Земля. Да. Есть похожие, но они другие. Другие. Другие по энергетике и по… Они другие. Да, по суставу. Немножко отличаются. Но они… Те, которые развиты и населенные, они все… Ну, многие из них сложнее гораздо, чем Земля. Ну, Земля, она такая… Я чувствую, как она меня манит, манит. А что здесь души хотят? Ну, что они хотят здесь получить или напитаться? Ну… Или опыт, может быть? Три причины. Первая – это земную энергию набрать. Вторая причина – это опыт, который можно получить только здесь. А именно жизнь в физическом теле – тяжелая жизнь. Ну, обремененное. Физическое тело, оно… Более грубое, его кормить нужно. Оно грубое, да. Растеть, кормить. Тяжелое, оно долго растет. Оно болеет, оно все чувствует. И это дает определенный опыт души. Опыт, который ты не можешь обрести. Живя в нематериальном теле. Или на других планетах, где тела более развиты, разумны. И… Где у тела больше способностей. Хорошо. А другие причины? И третья причина – это обретение опыта этого, ну, можно сказать, тяжелого, травматичного опыта. Эмоции? Да. Ну, не только эмоции. Этот опыт, ну, можно сказать, варварского отношения людей друг к другу. Друг к другу. Да, да. Точно. В других местах такого нет. Нет. Хватает ума всем. Надо хотя бы на уважение. Эти три причины. Ориентировочно из них там вытекает тоже. А то, что мы слышим, как карма. Карма, конечно. Кармические узлы проходить. Это последствия поступков. Это последствия поступков. Все нужно отработать и обнулить. Когда будет равняться нулю ваша карма, свободно можно вылетать из земли. И дальше продолжается опыт. То есть, когда у нас нулевая карма, появляется возможность перехода на другую планету? Больше нет долгов. И тебе никто не должен. Не обязательно другая планета. Ну, множество вариантов. Нужно остаться в поле земли. Можно дальше лететь. Можно перевоплощаться дальше. Можно раствориться. Высшим я. Ну, с Богом, наверное, рановато. Угу. Чтобы обрать энергию. Чтобы раствориться с Богом. Хорошо. Хорошо. Очень хорошо. А вот Душа Венеры сейчас какой, получается, проходит опыт? Опыт. Опыт принятия. Опыт прощения. Прощения принятия и любви. Безусловной любви и отношения к окружающим. Несмотря ни на что. Опыт развязывания узлов, привязок, отпускания. Опыт. Замечательно. Очень хорошо. Замечательно. Почему она именно здесь воплотилась, в Казахстане? А почему нет? Это прекрасное место для получения опыта. Она не выбирала Казахстан. Она выбрала семью в определенный период, в определенных обстоятельствах. Время, которое ей было нужно для обретения опыта. Она заранее знала, что такая семья будет? Да, конечно. Все знала. Все знала. Что-то пошло не по программе. И все было запланировано. Ну, в общем и целом. Да, все знала. Она сейчас может простить? Да, она всех простила. Тех, кто ее обижал. Она простила просто. Она слишком много энергии потратила. Сейчас восстанавливается. Хорошо. Ее любит Род. Ее любит Хранитель. Да, очень сильно любит. Как будто... Как будто особенно ее любит, говорит. Особенно? Надежда опора, говорит. Надежда наша. Что-то такое. Надежда на тебя. А какая надежда у Рода? На... На умножение энергии через ней. При умножении энергии. Умножится энергия в несколько раз. Есть. Это через благодарность, через ее правильную жизнь? Да. И идет еще энергия к Роду от Бога. Угу. И... Не только от земли идет благодарность и вознаграждение. И еще сверху. За успешные... За... Успешные экзамены? За очень хорошо пройденные... Ну, не уроки, а за хорошие результаты. Угу. Ну, за хорошие результаты. Вверху идет энергия еще и умножается. Идет энергия и идет дерево. Такое. Раз в два раза увеличивается. Раз в три раза увеличивается. Угу. Как... Как темперамент такой сильный. У них не сломить. Замечательно. 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 Очень хорошо. Тогда крепнет рот. И души крепнут. И сила мощнее растет. Дети, говорят, пока рождаются такие. сильные такие и физически сильные душу сильные и ментально и это идет эволюция эволюция человечества через сильный рот люди меняются днк меняется днк еще при жизни у человека может меняться перестраиваться и это идет закладка в рот эволюция идет то есть сейчас тоже мы эволюционируем меняемся в этих условиях такой жизни тяжелых условиях тяжелой жизни агрессивное воздействие это все агрессивное извне неземной цивилизации потом нижний мир и друг на друга агрессивная среда через равновесие человек силу приобретает уверенность силу через какие приемы прямо я вижу что как равновесие уравновешенность оставаться в равновесии в таких условиях ну да природа медитация до эволюционирование прежние методы не подходят нужно на другом уровне решать переходить на другую на прежнем уровне нельзя оставаться иначе те же самые проблемы будут снова и снова они могут решаться могут сами затухать уходить но они снова и снова с разных источников будут приходить нужно подниматься на следующий уровень а что это за уровень что это за следующий уровень это как ступени развития кого человека 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 и человечества в целом человек когда развивается всегда тянет за собой обязательно мы все связаны мы все связаны друг с другом соединены каждый как нитями если одному лучше другому тоже немножко лучше третьему лучше четвертому пятому и так цеплярятся а уровни в основном в духовном развитии развитие идет духовное прежде всего но все остальное подтягивается ментальность все их и физика все подтягивается далее меняется аура окружение и людям рядом становится легче а вот такой вопрос если ты написала программу прийти на землю если ты в образе женщины сколько готовит там женщины и сколько готовят мужчину или мальчикам или девочкам разница есть по годам это зависит вы имеете ввиду душу подготавливать к превоплощению да 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 именно конкретно это у каждого свое нужно ждать во первых в свою очередь во вторых когда подойдет этот момент там нет времени но все равно нужно ждать все равно необходимо ожидать хорошо мы говорили про другой уровень эволюции вот духовного развития человека это какие затрагиваются тогда струны души какие застрагиваются практики практика для каждого своя такая которая ему подходит потому что у каждого душа индивидуальная тоже так же как и тело индивидуально и каждому индивиду своя практика кому-то подходит рейки кому-то йога кому-то вот хопа на пона кому-то ифти для кого-то спорт для кого-то религия и так далее угу угу самые передовые практики скажем так даже и в спорте и в религии очень сложно сказать их так сильно много угу доступны те которые доступны человеку я не могу выделить потому что каждому свое угу угу ну в этой практике что происходит с человеком когда он их проходит он постепенно шаг за шагом поднимается вверх постепенно это не происходит быстро через труд через труд поднимается ему становится легче 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 чем выше нужно менять окружение наполнение вокруг потому что не будут внести ночь не хотят перемен но не всегда иногда люди тянутся тоже вверх те которые рядом статус и для того сколько чтобы убрать друзей и вот сейчас стало как бы набирать обороты такой способ вот тоже как бы обретать духовное образование практикуют неедение. Что-нибудь известно об этом? Да, вообще еда, она утяжеляет тело. И оно, если человек много ест, он тупеет. Питаться нужно, к культуре питания подходить с большим умом. Нужно учиться, как принимать пищу, как питаться, потому что еда влияет на духовность, на настроение, на здоровье, на все. Очень с большой ответственностью подходить к приемам пищи. Не так, как пропагандирует телевидение, реклама, есть все подряд, что ты захочешь. Когда захочешь, нужно заботиться о себе. А какая правильная самая пища? У каждого своя, опять же, все очень индивидуальные. По поводу голодания, да, вы спросили? Да, да. Голодание очень полезно, очень полезно, но его тоже нужно делать с умом, потому что можно испортить. Все здоровье можно покупать. Если неправильно голодать, постепенно голодать и прислушиваться к телу своему. А тело, оно очень умное, оно само знает, тело очень развито, оно себя защищает, оно себя исцеляет, потому что прислушиваться. Венера устала. Да, тоже щетку будем выходить. Очень хорошо, благодарим Вас, Хранитель. Очень хорошо. Венера, в каком состоянии энергии твоей? 25%. Поднимаем максимально вверх, заполняешься полностью, максимально вверх. Угу. Гармонично, естественно энергии вливаются в тебя, распределяются в каждую клеточку. По каналам растекаются, к центрам твоим, к чакрам, по рукам, по ногам. Наполняешься максимально вверх, максимально вверх. Так, вибрации поднимаем также максимально вверх, до комфортного состояния. Угу. Автоматически все происходит. Цветная энергия также вливается в тебя. Угу. Очень хорошо. И защиту усиливаем максимально, делаем крепкую, хорошую защиту. Да. Умничка, молодец. Очень хорошо. И здесь и сейчас я посчитаю от 1 до 5. А, гармонизация полная, полная гармонизация. Угу. Угу. Благодарим древорода, хранителя. Благодарим прошлую жизнь у Михаила и всех наставников и учителей, которые присутствовали на этом сеансе. Здесь и сейчас я посчитаю от 1 до 5. Вы откроете глаза. 1. Дыхание ровное, спокойное, ритмичное. 2. Ясные, светлые мысли возвращаются в голову. 3. Появляется желание шевелить пальцами рук и ног.